Последний раз они сидели за партами кто 20, а кто и все 30 лет назад. А сегодня снова примерили на себя роль школьников. Точнее 11-ти классников, у которых совсем очень скоро важный этап школьной жизни. Сдача единого государственного экзамена. У Гаррика Кургиняна ЕГЭ будет сдавать дочь. Сейчас она вовсю готовится. И чтобы поддержать ее, мужчина решил сам прочувствовать на себе все прелести ЕГЭ. Словом, увидеть эту кухню изнутри. У меня дочь в 11-м классе в этом году будет сдавать ЕГЭ. И, конечно же, она волнуется. И сегодня я здесь, чтобы немножко понять своего ребенка, ощутить, что такое ЕГЭ. Потому что, когда я сдавал, совершенно был другой вид экзаменов. Поэтому сегодня я здесь. Проверить свои знания, а также побывать в роли школьника пришел и председатель республиканского правительства Аслан Озов. Две его старшие дочки уже сдавали ЕГЭ. А вот двум младшим это только предстоит. Наверное, готовился это громко сказано. Хотя бы вспомнить из того материала, что будет предоставлено. Хотя бы что-то вспомнить школьное. Это первое. Второе. Когда наши дети идут на экзамен, на ЕГЭ хотя бы, мы всегда говорим, чтобы дети не волновались, не переживали. Спокойные были. Но, несмотря на это, я сейчас немножко волнуюсь, конечно, как смогу написать, не смогу. Но я думаю, что смогу. В отличие от настоящего ЕГЭ, взрослым на выполнение всех заданий дается всего 45 минут. А не 4 часа, как это будет у 11-ти классников. Ведь главное не столько проверить знания родителей, сколько дать им прочувствовать атмосферу экзамена. Сегодня в течение часа дается время для написания экзамена по истории. Почему история? Поскольку этот год президентом Российской Федерации объявлен годом памяти и славы, поэтому выбрали именно предмет история. Было 10 заданий, также вариант B и C. Вот есть уже те, кто справился с заданием, вышли с экзамена. Но все как в жизни. Многие родители быстро справились с заданиями и теперь точно знают, как настроить ребенка не только на успешную, но и спокойную сдачу экзамена. Конечно, прочувствовали мы это очень волнение было у нас. Ну, все организовано, конечно, спокойно. Мы сели, нам все объяснили, мы все написали. Единственное, конечно, волнение есть, но паники нет. Поэтому я призываю всех родителей, конечно, чтобы мы настроили своих детей, что они не должны так сильно волноваться. Здесь все спокойно. Можно сказать, что свою проверку экзаменом эти родители прошли. Свои результаты они узнают в этот же день. Теперь черед за их детьми, которые сядут за эти парты буквально через пару месяцев. Алексей Ковтун, Дарья Назарова, Роман Нагаев, Архэс-24.